Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник. Очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей, а именно вчерашний киношедевр о Лёльке Поберухе. Ролик на канале Деревенский Дневник. Ну что, друзья мои, ролик под названием «Работаю бесплатно». Ну, как всегда у Лёльки бесплатно, да? Да, миллион раз уже с вами на эту тему говорили. И Лёлька рассуждала, что, мол, я, вот понимаете, приставка «без», да, оно никак не может быть. «Только без», ну, как говорится, в общем, ладно, даже эту тему мусолить не собираюсь. Пусть они там лбом, как говорится, бьются, да, об стенку и несут все, что угодно. Лёлька и все ее, эти, подпевала. Да, название ролика «Жалею до сих пор, что переехала в деревню». Вы знаете, вот всякий раз, когда Лёльке нехрен снимать, по-другому я это не скажу, да, она начинает свою вот эту вот дуду рассказывать о том, как же вот ей живется бедный несчастный в деревне и так далее, как тяжело и как ей, и бедный, знаете, вот просто уже нет никаких сил, и как она упахивается, и, в общем-то, все вместе, да. Ну, вы знаете, что я хочу сказать? Во-первых, и в городе живется не проще, да, потому что Лёлька, собственно, на работу с утра до вечера не ходит, поэтому понятия не имеет, как живут люди многие в городе, да, которые работают на работе, и, между прочим, да, вот сейчас вот у нас мороз, да, у нас небольшой мороз, ну, допустим, минус 12, да, и есть мужчины, которые работают на стройке, да, которые работают, занимаются каким-то строительством и так далее, вот в такой холод, да, и в минус 15, и в минус 20 люди работают, и женщины работают тоже на стройке, да, и работа бывает разная. Опять же, в любом случае, где-то физический труд используется, где-то умственный труд не имеет значения. Лёлька всякий раз рассказывает о том, как же вот в деревне-то тяжело. Лёль, ну, во-первых, тебя в эту деревню никто не гнал, как говорится, это был твой осознанный выбор, ну, а во-вторых, ты знаешь, я бы поверила, если бы действительно тяжело, если бы у тебя было такое хозяйство, да, которое ты показала, допустим, у той же Ирины, своей приятельницы, подружки, да, с таким количеством голов КРС, я бы поняла, что это действительно сложно. А так, вы меня извините, имея пять коров, да, имея там совсем-совсем немного, как говорится, имея несколько помощников и помощниц по дому, рассказывать о том, как тебе тяжело, а чем ты таким там занимаешься, опять же, да. Ну, в общем, ладно, мы прекрасно понимаем, что Лёлька устраивает очередную показуху. По этой причине Лёлька вышла с очередным роликом, друзья мои, показать и продемонстрировать, какая я хозяюшка, а вот у меня опять сепарация, да, вот я опять готовлю молочную продукцию, вот, пожалуйста, вам коровы, а вот вам, пожалуйста, поросята, в общем, всё как всегда. Одна сплошная показуха. Ну и, как всегда, Лёлька начинает ёрничать, да, на кухне, на кухне ёрничает над зрителями. Мол, типа, что, у этой женщины есть какие-то другие темы, ни про мужиков, ни про сайты знакомств, ни про роды, ни про разводы, ни про аборты, ни про беременности. Кстати, обратите внимание, вот даже здесь Лёлька спалилась на мелочах, когда она начала перечислять всевозможные темы, на которых она действительно циклится постоянно. То есть эти темы она муссирует бесконечно в своих многочисленных, на своих многочисленных стримах и в огромных вот этих вот бесчисленных роликах, да. Там она как раз-таки муссолит эти темы про сайты знакомств, про мужиков без конца нам говорит, роды, аборты, разводы, мужики, беременности. Но здесь Лёлька не назвала одну очень важную тему, да, тему детей. Вот, казалось бы, у многодетной матери первонаперво с языка должны слетать, да, дети. Слово дети, 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 дети. Но нет, у Лёльки этого даже близко нет. И здесь она попалась, друзья мои. Она, я бы сказала, сдала себя самостоятельно с потрохами. А всё почему? А всё потому, что дети для Лёльки, вот, к сожалению, на последнем месте. После мужиков, после коров, после кур, после коз, после всего идут только где-то там в конце именно дети. Ну, а далее акцент, да, кстати, Лёлька всё это рассказывает, рассказывает в первую очередь для новеньких зрителей. Ну, потому что мы-то все эту информацию знаем уже давным-давно. А здесь она рассказывает, что, мол, да, я вот такая, я вот сякая, я вот фермерша, у меня хозяйство. Ну, и когда она сказала о том, что я вас научу, как заработать денег в деревне. Ребят, ну, понятное дело, что здесь мне стало смешно. Я, говорит, та самая, которая, да, вернее, я, говорит, когда она сказала, что я вас сейчас научу, как заработать денег в деревне, да. И это на минуточку говорит та самая, которая никогда, ребят, не бывает в плюсе. Да, да, никогда не бывает в плюсе. Лёль, у меня вопрос на засыпку. А что это у тебя за хозяйство такое? А что-то у тебя за ферма такая, что-то за фермерша такая, которая, ну, никогда не бывает в плюсе. Вы знаете, своего рода Лёлька фермер-мазохист, который бьётся, бьётся, как рыба об лёд, и у Лёльки ничего не получается. Ну, я надеюсь, все понимают, да, что я сейчас, конечно же, тоже стебусь в данном случае над поберухой. Уже миллион раз говорила, и сейчас тоже, опять же, затронем этот момент. Да, то есть Лёля говорит, вот тема, как заработать денег, да, и так далее, в деревне, туда-сюда. Как заработать денег в деревне? Мол, типа, я могла бы вас научить. Лёль, у тебя всё очень легко и просто. В твоём случае, как заработать денег в деревне? Это надо было открыть ютуб-канал. Ну, опять же, да, не у каждого получается, да, влоговый ютуб-канал, где ты показала свою жизнь. И тут же на этом канале ты практически сразу, да, помимо того, что ты показывала деревенский контент, ты начала плакать, ты начала жаловаться, бесконечно жаловаться на жизнь, на нехватку финансов, да. Ты пыталась разжалобить зрителей, до сих пор этим моментом занимаешься. Ну, и, собственно, зрители тебе кидали абсолютно на всё про всё. Лёля рассказывает о том, что держать животных в деревне – это вообще плохо, это вообще нерентабельно. Мол, доход совсем небольшой, плюс совсем небольшой. И, говорит, только в плюсе вы спустя там три года потом ещё отбить то, что вы брали там, допустим, какие-то кредиты, да, там на какое-то там оборудование, на коров там ещё на кого-то, да, ещё лет пять. То есть, Лёлька говорит о том, что где-то только лет через восемь вы должны быть в плюсе. Лёль, а у меня вопрос тогда, уже у тебя прошло восемь с половиной, девять лет, как ты сказала, уже там девятый год, да, как вы держите хозяйство, или даже уже девять лет. А когда ты будешь в плюсе? При всём при этом мы знаем прекрасно, что тебе не приходилось брать какие-то там кредиты, да, в последнее время, да. Но то, что она говорила, что она там что-то брала в кредит, опять же, это одноговорильня. Мы помним прекрасно, что Лёльки на всё про всё сдавали зрители и на коров, и на коз, и на кур, да, и на поросят, и на асфальт, и на сено, и на зерно, да, и даже на доильные аппараты, и на помощников, на всё про всё. Но вот Лёлька, вы знаете, ну никак, выходит, выходит в плюс, выходит, выходит, но всё, друзья мои, никак в плюс бедная несчастная выйти не может. Она говорит, ну конечно, можно безбедно жить, говорит, в деревне, можно, держа хозяйство, если у вас есть деньги на это хозяйство, или если у вас есть грант от государства. Тут Лёлька начинает себе уже сама противоречить, потому что и в прошлый раз, когда она, значит, рассказывала нам про Ирину, да, Ирина как раз-таки брала грант, друзья мои, на хозяйство, да, от государства. Так вот, она же говорила, что, ой, Ирина там буквально вот за порогом бедности живёт, не живёт, а выживает, бедные несчастные, бьются, бьются, но никто в это не поверит. Никто не будет заниматься в убыток себе, упахиваться и убиваться, это все всё прекрасно понимают, да. Но Лёлька хочет показать другое, что все, все исключительно дураки, все бьются, как рыба об лёд, и ни у кого ничегошеньки не получается. Только работают, 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 а плюса, друзья мои, и денег, конечно же, никаких. Далее Лёлька рассказывает о том, что работа в деревне – это угробить своё здоровье. Она говорит, вы понимаете, это вот мы гробим своё здоровье, да, вы, говорит, об этом не думаете. Вот, говорит, там и спину гробим, и руки у нас до пола, да, Лёлька про эти руки до пола теперь постоянно рассказывает, и геморрой, ну, про геморрой тоже понятно, да, что хочется ей сказать, Лёль, а ты вот никогда не думала, вот ты выезжаешь даже вот просто на элементарном примере, да, видимо, Лёлька считает, что только, только имея хозяйство, коров, там, коз, свиней, можно гробить своё здоровье. Лёль, а ты никогда не задумывалась о том, что, опять же, вот даже элементарно, да, ты ездишь в салон красоты, там тебе делают маникюр, педикюр, да, ресницы, ресницы, да, ты себе делала и так далее. Ты представляешь, насколько эти люди сажают себе своё здоровье? Зрение, в первую очередь, да, очень всегда сажают по полной программе, да, плюс у многих аллергия. У кого-то ещё что-то, да, у тех, кто занимается физическим трудом, и потом, опять же, называю тех самых строителей, да, которые занимаются физическим трудом и в жару, и в зной, и, как говорится, да, в любую непогоду, и в холод, и в мороз и так далее. Представляешь, какой, какой список болячек и болезней у этих людей? А ты всё время, вот в деревне, вот в деревне, а что, в городе люди этим? Ну, друзья мои, мне здесь вот больше всего нравится, что Лёлька всё это дело обязательно приписывает себе. Лёль, а у тебя-то что болит? Что у тебя может болеть, когда у тебя вот с этими тремя, пятью коровами и с теми занимается абсолютно другой посторонний человек? А ты к ним вообще не имеешь никакого отношения. Ну, так, побегаешь демонстративно, да, показательное выступление устраиваешь, с камерой пробежалась, сняла контент, выложила, смотрите, какая я бедная, несчастная, как я упахиваю здесь, на этом хозяйстве. Ну, собственно, и всё. Вот Лёлька и упахалась. Далее. Далее Лёля рассказывает о том, что она приняла решение сокращать хозяйство. Да? Видимо, именно по этой причине, ребят, хозяйство она сокращает. Поголовье скота решила сокращать, а помощников штат решила раздуть до просто бесконечности. Представляете? Ну, логично, логично, согласитесь? А вообще зашибись, а вообще молодец. На холодильную камеру денежек дайте, на молочный цех денежек дайте, мы ведь будем увеличивать поголовье скота. Мне ведь надо продавать свой товар, зарабатывать денежки, задержать свою семью. Проходит несколько месяцев, да, денежки там дали, денежки там осели, денежки здесь осели, да, молочную, этот, холодильную камеру построили, да, на молочный цех деньги тоже давали. Всё. А теперь мы сокращаем поголовье скота. Но опять же, понимаете, может себе барыня, боярня позволить, хочу так сегодня скажу, хочу завтра так заверну, да, а за чужие деньги, собственно, чего бы и не гулять, согласитесь? Это когда ты сам зарабатываешь свои кровно заработанные денежки, тут ты уже будешь головой думать, да, о том, как бы мне вот эти вот деньги, да, да придержать, да с умом ими воспользоваться, да, как говорится, всё, все прекрасно понимают. А когда они просто так сыпятся тебе с неба на голову, да, то, конечно же, ты скажешь, да ладно, да сегодня сделаю так, да завтра сделаю вот так, а послезавтра будет вообще по-другому, да, да, чё жалеть, как говорится, чужие деньги, чужой труд, да, которые достаются другим людям. Ну, и, собственно, что? Да, рассказывает, рассказывает о том, как ей сложно приходится, как у неё ещё помимо, значит, вот этого фермерства, у неё есть ещё и Ютуб, у неё есть ещё и Дзен, в общем, вся такая деловая, но при всём при этом, почему-то до сих пор сидит на ютубовской паперте. Про детей, ребят, вот это лицемерие про детей, мне так понравилось, она говорит, вы знаете, я стараюсь детей не показывать, да, я, говорит, вообще их и первое время это не показывала, и сейчас я их вообще стараюсь не показывать, потому что кому-то из моих детей не нравится попадать на камеру. Лёль, правда? Слушай, ты просто святая. Ты знаешь, то, что ты не показывала своих детей первое время, как ты сказала твоему каналу, шесть с половиной лет, и первое время ты не показывала своих детей, знаешь, по какой причине? А я прекрасно понимаю, потому что тогда Женя Б запрещал показывать детей, да, и устраивать из этого показуху. А потом ты стала показывать всех своих детей, когда ты говоришь, что деткам может это не понравиться. Ну, а с чего ты тогда взяла, что Варе, когда Варя подрастёт и будет что-то уже понимать, понравится, что ты её просто с первых дней запихивала в кадр, как, собственно, и других, и Вероничку, да, и Якова, и Матрону, и Настю, и Даню, и Софию, и Сашу, да, и всех остальных. Это только тебе Федя может сказать, да, ну, или там кормящая медалистка может высказать свою фи, там, что не хочу сниматься, да, не снимай, ну, или Лёшка-картошка, но Лёшка-картошка сам рад лезть в кадр. Но в любом случае, с чего ты взяла? Ты Варю показываешь вообще с первых дней, да, и голенькую, и всякую разную, в памперсе и без памперса. Ну, что-то ты не думаешь о том, что когда-нибудь это может не понравиться Варе, которая рано или поздно всё-таки подрастёт. Да, мы прекрасно понимаем, по какой причине Лёлька перестала показывать детей, потому что было огромное количество проверок, наездов и так далее. Ну, и здесь Лёлька сама конкретно обосралась. Но когда, ребята, она сказала о том, что я стараюсь наше общение с детьми не показывать на камеру, ну, зачем, зачем, к чему эта показуха, мол, мы и так с детками общаемся хорошо, это не для показухи, да, это я не хочу демонстрировать. Здесь мне стало смешно, потому что этого нет, да, она с детьми не показывает своё общение и не показывает, как она с детьми проводит время, только по той простой причине, потому что она с детьми практически никакое время не проводит. Но бывают редкие кадры, когда Лёлька обязательно это снимет, вставит в свой видос очередной, и это продемонстрирует, продемонстрирует, да, мол, смотрите, вот мы с детками, как вот они до этого с Настей в предыдущем там ролике с Настей готовили, да, Настя ей там помогала и так далее, вот она снимала Настю. А Настя что, хотела сниматься? А так и вообще, да, ну, смешно, ребят, правда смешно. Вот это лицемерие Лёлькина, если честно, оно уже просто надоело. В общем, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, продолжение следует. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok